На юге России начался бархатный сезон. Это время года, когда температура воды и воздуха примерно одинаковы, при этом комфортной для отдыха на природе. В прошлом году сезон продлился до 20 октября, но в этом будет на две недели короче, сообщают синоптики. Из-за частых осадков и циклона на юге России море прогревалось не так интенсивно. Комфортная погода осенью в Египте. На популярные курорты Хургаду и Шарм-Аш-Шех теперь можно улететь чартерами из разных городов России. Некоторые перевозчики уже поставили рейсы из Самары. Борта будут загружены полностью. У нас уже очередь на Египет из туристов. По информации системы бронирования, недельный отдых вдвоем в трехзвездочном отеле с завтраками от 70 тысяч в Хургаде, от 80 в Шарм-Аш-Шехе. За пятерку придется отдать более 90 тысяч на двоих. В Турции при тех же условиях можно отдохнуть в два раза дешевле. При этом, хотя самарцам и стало доступно турецкое побережье Эгейского моря, разрешили полеты в Марморис. Среди туристов начались волнения. В стране ужесточают антиковидные меры с 6 сентября. При этом в посольстве заявляют, что туристов эти меры не коснутся. Традиционно осенне-зимним, но дорогим отдыхом остаются курорты Карибского бассейна. Но добраться туда из Самары можно с пересадкой. Есть вылеты из Москвы и ближайшие к нам это Казань. Казань представлена также Карибами полностью. Это и Куба, и Мексика, и Доминикана, ну, из Москвы, Венесуэла. Это не материк, это остров Маргарита, на который проставлены рейсы. Очень живописный, с бирюзовыми пляжами, шикарный остров, который как бы раскрученный достаточно курорт. От 80 тысяч рублей на человека начинается Куба. Мексика чуть-чуть подороже. Это цены, которые, ну, достаточно подъемные, потому что это, я смотрю, не три звезды, а уровень выше. И не неделю, а, опять же, дней 10. И это все включено. То есть, когда люди прилетают туда, они понимают, что у них на что пойдут расходы, только на собственные там экскурсии что-то приобрести. Из Самары раз в 10 дней есть вылеты в Грецию, но визу придется оформлять самостоятельно. Регулярными рейсами из Москвы можно добраться в Чехию, Венгрию, Хорватию, Болгарию. Практически стоит продажа морских круизов, поскольку немногие страны готовы видеть у себя туристов, да и сами отдыхающие, пока остерегаются находиться под долгу в закрытом помещении лайнера, рассказывают представители туркомпаний. А вот речные путешествия пользуются спросом, тем более, что они попадают под популярную программу туристического кэшбэка, когда за отдых по России, оплаченный картой МИР, возвращается 20% от потраченной суммы, но не более 20 тысяч рублей. Очень хорошо спрашивают речные круизы, потому что на сентябрь круизы попадают в программу вот этого кэшбэка. А отдых в санаториях, в пансионатах, экскурсионные программы – это с октября. Вот как-то про октябрь у нас люди еще пока не особо сильно думают, а сентябрь очень хорошо в результате помогло это, мне кажется, загрузить корабли и здесь, по Волге, и в принципе, московские, питерские вот эти вот рейсы. То есть спрос большой и люди с удовольствием этой программой пользуются. На днях туристический кэшбэк продлили еще на две недели. Изначально купить услугу с возвратом средств можно было до 31 августа, а теперь до 14 сентября. При этом отправиться в поездку по пакетному туру можно с 1 октября по 24 декабря, а в речные и морские круизы с 1 сентября до окончания навигации. Светлана Кудрявцева, Константин Головин, События.